И обо всем по порядку. Уже этим летом в Казахстане вновь может подорожать бензин. Рост цен в нашей республике спровоцирует дефицит топлива в России. В соседней стране назревает настоящий топливный кризис. А как известно, Казахстан все еще зависим от поставок российского горючего. И любое удорожание там приведет к автоматическому удорожанию здесь. Только в прошлом году цена на бензин в Казахстане вдвое превысила уровень инфляции. Как могут измениться ценники в этот раз, выяснял Нургали Карабаев. Топливный кризис подбирается к России. Оптовики резко сократили объемы поставок бензина. Если в декабре в сутки отпускали до 60 тысяч тонн, то в марте уже 20 тысяч. Резкое сокращение подстегнуло рост оптовых цен. С момента, когда цены начали расти, первые декады марта до сегодняшнего времени, цены выросли порядка на 10%. Мне кажется, неизбежно розница будет стремиться догнать оптовый рынок и просто подниматься цены. По некоторым данным, российский бензин подорожать может уже летом. Примерно на 5 рублей за литр. Это порядка 30 тенге. Так как Казахстан все еще зависим от импорта из России, то рост цен на горючий в нашей республике неизбежен, считают эксперты. А вот насколько сказать, пока трудно. Будет зависеть от того, какие запасы топлива будут иметься в Казахстане, сколько придется оттуда завозить из России. Но я не думаю, что у нас за лето сразу подскочит на 30 тенге, потому что это очень большие негативные последствия. Ситуацию может усугубить и другой фактор. Шемкенский нефтеперерабатывающий завод с 20 марта остановился на капитальный ремонт. По самой худшей традиции, это произошло весной, во время пассивной. В такие периоды казахстанцы испытывают дефицит топлива. Поэтому перед чиновниками и поставили задачу построить четвертый НПЗ. На первом месте стоит вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан от зависимости завоза импортных продуктов, нефтепродуктов. Но министр энергетики Канад Бузумбаев полон оптимизма. По его данным, в этом году обеспеченность отечественным бензином и дизелем увеличится до 90%. Если это так, то импортные цены не должны серьезно сказаться на стоимости горючего в Казахстане. Но реальность не всегда оправдывает ожидания.